Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео я предлагаю вам освоить основы грамматики английского языка, то есть понять, как образуются все 12 видов временных форм английского глагола в активном залоге. Первое, что следует запомнить, это то, что в английском языке существует строгий порядок слов. В утвердительном предложении он будет соответствовать этой формуле. Вначале идет подлежащее или субъект, по-английски он так и называется – subject. Затем идет само действие, выраженное глаголом. Глагол по-английски – verb. И второстепенные члены предложения. Среди второстепенных членов предложений также существует свой порядок, то есть они идут одно за другим в зависимости от того, на какой вопрос они отвечают. Что, как, где, когда. Но следует иметь в виду, что здесь также есть нюансы. Более подробно порядок слов следует изучать как отдельную тему, потому что некоторые второстепенные члены предложения, такие как обстоятельства места или времени, а также наречия частотности, могут иметь свое особое положение стоять в начале или в середине предложения. В английском языке выделяют активный и пассивный залог глагола. В активном залоге действие выполняет подлежащее, в пассивном залоге действие производится над подлежащим, в отношении подлежащим, в отношении подлежащим. Давайте посмотрим на примерах. Активный залог. Я пригласила гостя. I invited a guest. То есть здесь действие совершается подлежащим. Я пригласила. В пассивном залоге действие совершается в отношении подлежащего. I am invited. Я приглашена. То есть меня кто-то пригласил. Совершил действие в отношении меня. Изучения грамматики начинаются активного залога, потому что предложения, в которых действие выполняет сам субъект, встречаются намного чаще. В английском языке, так же как и в русском, есть три времени. Настоящее, прошедшее и будущее. В каждом времени еще выделяются четыре группы. Четыре вида глагола. Simple, простое. В некоторых пособиях можно встретить название indefinite, неопределенное. Continuous или progressive, продолженное или длительное. Perfect, совершенное или совершенное, или еще называют завершенное. И perfect continuous. Совершенное длительное. Пересечение этих клеточек, то есть вида и времени, образуют видовременную форму глагола. Для краткости просто называют время глагола. Например, present simple, past perfect continuous, ну и так далее. Всего, как мы наблюдаем, здесь у нас образовалось 12 времен глагола. Наиболее простая, но и наиболее употребляемая группа, это группа simple. Времена группы simple используются, когда мы описываем какие-то обычные ситуации. Это либо какие-то факты о нас, либо общеизвестные. Регулярные действия, наша повседневная рутина. Часто это действие, при котором нельзя определить точный момент времени. Итак, в present simple глагол у нас стоит в первой форме. То есть это начальная форма без частицы to. Итак, давайте возьмем глагол to clean. Означает он чистить, убирать. И проспрягаем его по всем временам. I clean my room every day. Я убираю свою комнату каждый день. Ну или я убираюсь в своей комнате каждый день. В третьем лице единственном числе глаголу добавляется окончание s, либо es. Дабы сейчас не отвлекаться, я поясню в каких случаях s, в каких es в закрепленном комментарии. Давайте теперь попробуем составить предложение с третьим лицом единственным числом. Это у нас подлежащее, выраженное местоимением, либо существительным, которым соответствует местоимение he, she, it. Он убирает свою комнату каждый день. Теперь вы попробуйте проделать то же самое с глаголом paint. Рисовать красками, раскрашивать. Давайте не будем отвлекаться на второстепенные члены предложений, просто поставьте глагол paint в нужную форму. Я рисую. Имеется ввиду каждый день. I paint. Он рисует. He paints. Следующее время это past simple. Ему соответствует вторая форма глагола. У правильных глаголов вторая форма образуется путем добавления окончаний и д. Неправильные глаголы нам нужно запомнить. Видео с таблицей самых распространенных неправильных глаголов вы можете посмотреть по ссылке в описании. Я убирала свою комнату вчера. Теперь вы. Я рисовал вчера. I painted. Future simple. Это время мы используем, когда говорим о каких-то фактах, которые произойдут в будущем, либо озвучиваем какие-то спонтанные решения, которые мы приняли в момент речи, а также наши прогнозы, предложения и тому подобное. Для образования простого будущего времени мы перед глаголом в начальной форме ставим вспомогательный глагол will. Здесь, в третьем лице единственном числе, мы не добавляем глагол в первой форме окончания s, либо es. Когда-то наряду с will использовался также вспомогательный глагол shall, но в настоящее время он считается устаревшим и используется только в отдельных случаях. Когда глагол will стоит в паре с местоимением, то мы можем сократить его до апостроф двойная l. Например. I will clean my room tomorrow. I will сокращенно I'll. Я уберу свою комнату завтра. He will clean his room tomorrow. Он уберет свою комнату завтра. Здесь у нас смысловой глагол не имеет никаких окончаний. Теперь попробуйте сами с глаголом paint. Я буду рисовать завтра. I will paint. Следующая группа это continuous или progressive. Продолженное или длительное время. Глаголы этой группы обозначают какое-то длительное действие, длящийся процесс, в настоящем прошедшем или будущем времени. Для образования present continuous берем соответствующую форму глагола to be плюс смысловой глагол с окончанием ing, то есть глагол в инговой форме. Более подробно о форме глагола to be вы можете узнать из видео по ссылке в описании. Ну а вкратце поясню, что местоимение I соответствует форма am существительным и местоимением в третьем лице единственном числе, то есть he, she, it соответствует форма is и местоимением you, we, they соответствует форма are. Я сейчас убираю в своей комнате. Я рисую сейчас. Past continuous Прошедшее длительное время указывает на событие или процесс, длившийся в определенный период времени в прошлом. Вспомогательный глагол was употребляется с подлежащими в единственном числе, форма were употребляется с подлежащим во множественном числе и с местоимением you, поскольку у нас для множественного и для единственного числа существует только одна форма местоимения you. I was cleaning my room when you called me. Я убирала свою комнату, когда ты позвонил мне. We were cleaning our room when you called. Мы убирались в своей комнате, когда ты позвонил. То есть, когда ты позвонил, мы находились в процессе уборки. Я рисовал, когда ты позвонил мне. Мы рисовали, когда ты позвонил. Мы рисовали, когда ты позвонил. We were painting. Future continuous – длительное действие в будущем. Образуется оно по такой формуле. Will, be, плюс глагол в инговой форме. Я буду убирать в своей комнате завтра в 5 вечера. Я буду рисовать завтра в 5 часов. Обратите внимание, что для группы continuous во всех трех временах смысловой глагол стоит в инговой форме. По-другому его еще называют причастием настоящего времени. Окончание ing как бы продлевает глагол, показывая, что действие длительное, продолженное. Времена группы perfect используются для обозначения действий, которые уже завершились к какому-то периоду времени. То есть, выражают действия, которые подразумевают наличие результата в определенном времени. Present perfect – настоящее совершенное время. Обозначает действие, которое завершилось в настоящий момент или закончилось близко к настоящему моменту. На наш язык мы переводим это действие обычно в прошедшем времени. Но, в отличие от простого прошедшего времени, past simple, для present perfect характерно то, что результат завершенного действия важен для нас в настоящем времени. Образуется это время при помощи вспомогательного глагола have. Для третьего лица единственного числа используется форма has плюс третья форма смыслового глагола. Для правильных глаголов третья форма совпадает со второй формой глагола, то есть образуется путем добавления и окончания –и –ди. Для неправильных глаголов третья форма может совпадать со второй, а может не совпадать. То есть, для неправильных глаголов вторую и третью форму нужно запомнить. Я сегодня убралась в своей комнате То есть если мы используем Present Perfect То мы показываем, что результат уборки мы видим в настоящем В настоящий момент комната чистая Теперь вы попробуйте Я нарисовал сегодня То есть нарисовал и имею результат Нарисованную картину Past Perfect – прошедшее совершенное время Употребляется, когда мы говорим о действии, которое закончилось к определенному моменту времени Формула представляет собой вспомогательный глагол had плюс третья форма смыслового глагола Я убрала свою комнату к тому времени, как ты пришел Я нарисовал к тому времени, как ты пришел Future Perfect – будущее совершенное время Используется для описания действия, которое завершится до определенного момента в будущем Образуется путем вспомогательного глагола will плюс have плюс третья форма смыслового глагола Я уберу свою комнату к тому времени, как ты придешь Я нарисую к тому времени, как ты придешь Или до того, как ты придешь Для всех времен группы Perfect характерно наличие третьей формы смыслового глагола Третья форма глагола – это причастие прошедшего времени Времена группы Perfect Continuous служат для обозначения действия, которое уже началось и продолжается на протяжении какого-то периода в настоящем времени Или же начатое действие продолжалось на протяжении какого-то времени до определенного момента в прошлом Или же начатое действие будет продолжаться на протяжении какого-то времени до определенного момента в будущем В узной речи времена этой группы встречаются намного реже, чем предыдущие Present Perfect Continuous Начатое действие продолжается на протяжении какого-то периода времени в настоящем. Образуется по формуле have, been, плюс инговая форма смыслового глагола. Я убираю свою комнату на протяжении двух часов. Попробуйте вы составить. Я рисую на протяжении четырех часов. Past perfect continuous употребляется, когда начатое действие продолжалось до определенного момента. Формула. Had, been, плюс инговая форма смыслового глагола. I had been cleaning my room for two hours by the time you came. Я убирала свою комнату уже два часа к тому времени, как ты пришел. Ну или к твоему приходу я уже два часа убирала в своей комнате. Я рисовал уже два часа к тому времени, как ты пришел. И future perfect continuous – начатое действие будет продолжаться до определенного момента. Образуется по формуле will, have, been, плюс инговая форма смыслового глагола. Я буду убирать свою комнату на протяжении двух часов к тому времени, как ты придешь. То есть к твоему приходу я буду убираться в своей комнате уже два часа. Попробуйте теперь вы составить. Я буду рисовать на протяжении двух часов к тому времени, как ты придешь. Для perfect continuous характерно в составе конструкции наличие been плюс инговая форма смыслового глагола. Также следует обратить внимание на такой важный момент. В третьей и четвертой колонке первая часть формулы для каждого времени будет одинаковой. Ну а теперь давайте подытожим и попробуем понять суть каждого времени на примерах в переводе. Времена группы simple – это простые времена, которые используются для описания фактов, привычек, повседневной рутины. Времена группы continuous описывают длительные, продолжающиеся действия в настоящем, прошедшем или будущем. Если мы дословно переведем формулы из второй колонки, то получим следующее. Глагол to be у нас означает быть, есть и являться. И глагол в инговой форме, который является причастием настоящего времени, мы можем перевести как что-то делающее. Итак, дословный перевод. Времена группы perfect используются для обозначения действий, которые уже завершились к какому-то периоду времени и подразумевают наличие результата. Давайте попытаемся сделать дословный перевод формулы. Глагол have имеет значение иметь. И вместе с глаголом в третьей форме, который является причастием прошедшего времени, мы можем перевести приблизительно так. И группу времен perfect continuous вкратце можно характеризовать следующими словами. Я на протяжении какого-то времени делаю, делал или буду делать то-то, то-то, то-то. При этом для прошедшего и будущего времени характерно еще наличие определенного момента, до которого я делал или буду делать то-то, то-то, то-то. Итак, друзья, я советую вам для начала запомнить первые две колонки и present perfect, потому что они чаще встречаются в речи, чем остальные времена. Ну и поскольку данная тема является ключевой в изучении грамматики английского языка, то в последующем на этом канале будут опубликованы специальные тренажеры. В том числе с разъяснениями, как строить вопросительные и отрицательные предложения во всех временах. Так что не забудьте подписаться, друзья! До следующей встречи!